всем привет я решила написать видео рефлексию насколько у меня это получится я не знаю вообще несколько дней собиралась даже не дни наверное неделю а может и больше потому что написать текст видео рефлексию я сделала это было давно это было сразу как только закончились 30 дней я одна из первых ее написала сейчас уже не помню о чем там было я даже заглядывать не стала специально но ощущение вот того что было до рефлексии то есть до марафона марафон и я пишу как бог и сейчас это вот абсолютно разные ощущения мира и себя я вот как будто совершенно два разных человека хотя в принципе ничего не изменилось но у меня там много чего изменилось это такая бушная деятельность началась в моей жизни чем я сама ее начала смело плюнула на все и сказала мне плевать что будет там какие-то последствия вот хочу сделать я это делаю и сразу появились помощники и сразу появились возможности как только я снова приняла решение и такую решительность я обрела именно благодаря тому что я решилась пойти на марафон поверьте это было непросто потому что я считала себя тем самым провежуточным не талантливым звеном между моим отцом и моей дочерью которая вообще очень красиво пишет тексты отец вообще уникальные вещи писал ну не не был известным писателем но писал он вообще великолепно сценарии писал так далее я считал что на мне природа на дети говорят природа отдыхает и его с этой мысли я всю жизнь жила что мой ребенок должен стать талантливым она мне природа отдыхает вот такой шаблон у меня внутри был здесь именно я пошли когда я пошла на марафон я была уверена что я это делаю не для себя я это делаю для дочери ну так вот у меня внутри такое ощущение было и когда я начала писать и стали происходить просто волшебные вещи я вам скажу просто не вы не поверите мало того что дочь моя стала проявляться в инстаграме и в этом видно не было ну было видно но очень мало как будто вот она закрыта какая-то была я такая не было ощущение что вообще супер все ну что наконец-то она появилась на написала что у нее есть страхи она написала вообще такие вещи которых она раньше молчала дело в том что мне много лет я не могла начать ремонт в квартире и наконец я решилась на это я это делаю не сама а это делает так скажем человек которого я вообще не надеялась что он мне поможет и вдруг так неожиданно решил мне помогать спокойно совершенно я практически не трачу на него деньги а трачу только на материал ему там так чисто как благодарность то есть человек пришел ко мне на помощь я конечно об этом его попросила и я понимаю что ему нравится мне помогать потому что когда-то я ему помогла много лет назад дочь моя у них много лет не продавалась квартира квартира в такого новороссийских там у них с водой проблемы они много лет не могли ее продать они года два уже и и начали продавать решили купить другую и квартира не продавалась и они уже просто вот ну не знали что с этим делать и тут вдруг недавно я узнаю что квартиру наконец-то они продали и мало того им повезло не купили практически ну сейчас очень сильно цены вы знаете выросли за квартиры они ее купили даже без апотеки ну там родители его помогли парня эту квартиру они продали очень хорошо то есть все как-то вот оно само пошло потоком я понимаю что это благодать только тому что я села и стала писать писать все подряд я видела что народу нравится и мне самой нравилось это делать я ощущала какой-то внутренний поток у какое-то ощущение удовлетворения иногда было трудно не хотелось я понимала что если я заявила ну там заплатила небольшие деньги это вообще ни о чем самом деле я была уверена что я могу бросить в любой момент все это если мне не будет нравиться ногу смысле я потеряю к этому интерес на самом деле именно мое желание что я сама заявила волю что я буду участвовать марафоне меня заставляла каждый день делать действие это было на самом деле не всегда просто не всегда мне этого хотелось не всегда было какое-то там чувство что у меня сегодня нет импульса как писал любила писатель или по этому поводу да иногда не было импульса но я садилась и начинала что-то там калякать и у меня появлялась тема сама откуда она выплывала иногда даже я сама не понимала как это все происходит и даже вспомнила как я когда-то писала стихи и даже стихи начала писать снова ну не прям вот поэтесса но какие-то моменты и очень очень интересные происходили то есть стало происходить то что застряла застряла завалялась мир стал шевелиться вокруг меня я стала освобождаться от старого от прошлого я прям чувствую что жизнь стала очень сильно меняться стали вещи происходить которые много лет просто с места не сдвигались вот реально не сдвигались с места ни один и не два года а может быть и больше и благодаря только тому я понимаю и можно сказать ну подумайте там ну типа вот ну ну так получилось с этой случайность нет я вижу и чувствую что это не случайность что если я их я или кто-то хочет чтобы жизнь его начала меняться нужно начинать себя если я хочу чтобы моя я хотела вроде как желание мне было чтобы у дочери все сложилось я начала себя это было потрясающее ощущение что ты делаешь какие-то действия думая о ребенке ну я не не ее не заставляла не кричала не дергала я просто делала то что я сама от нее хотела я начала жить я начала проявляться я начала действовать и это потрясающе да не всегда легко иногда застреваешь иногда впадаешь ступор и даже в депрессию и даже у меня было начались вообще очень сильные но телесные не недуги полезли откуда-то но я же понимала что это все только потому что я ность действует что все это внутри начинает раскачивается как вот если человек лежал до болел там ничего не делал мышцы него атрофировались и вдруг начало все шевелиться естественно вся вот эта фигня все это болото начинает всплывать и все начинает и тело реагирует тоже и в ней внутренний внешний мир начинает реагировать и показывать куда идти или куда не идти что делать или что не делать совсем по-другому себя увидела я по-другому увидела людей которые меня окружают я просто по-другому стала жить вот представить себе к примеру что вот ты был ребенком но у меня по ощущениям и после прохождения марафона нас вот настолько ощущение что я выросла я выросла внутри до какого-то состояние совсем другого я давно взрослый человек давно уже уже на уже как пенсионерка но при этом у меня ощущение жизни очень сильно изменилось я сама себя наконец стала принимать я стала любить себя я стала ощущать себя по-другому и мне пофиг даже стало то чтобы мне говорят да я помогу по-прежнему там обидится мне бывает страшно смотреть иногда на себя в зеркало потому что я на самом деле очень многое мне во мне не нравится в себе себе веду но при этом я поняла что это интересно это любопытно это самое любопытное занятие самое уникальное самое увлекательное занятие это заниматься собой своей жизнью не жизнью детей не жизнью за родственников своих там или знакомых или близких а своей собственной и вот это самое потрясающее я благодарю себя и команда нелли и команду нелли что я столько времени сейчас нахожусь этом поле я продолжаю писать уже по своему желанию по тому что происходит я могу это сделать любое время и всегда получу ответ и всегда будет реакции и мне радостно что я вот так вот по-другому даже не по-другому я вот такая есть это что сейчас происходит это уже не удивляет меня я просто понимаю что я стала другой я понимаю что теперь уже ничего нельзя изменить вернуть обратно это невозможно просто как будто вот ты посиделку была куколка и наконец-то выпорхнула бабочка вот такое чувство пока пока я всем желаю поучаствовать в этом марафоне и осознать насколько на самом деле зависит все только от от меня от того кто делает это кто этого хочет и сколько бы мы не думали что причина там ком-то другом начинается все с нас из точки с точки меня до с точки меня